Глеб, ты уже второй или третий год в Италии, да? Да, третий год. Третий год играешь в Италии. Расскажи о своем клубе, вообще о себе расскажи, откуда ты, как ты попал в Италию и о своем опыте, что ты уже тут три года, точнее, там уже три года проводишь. Ну, родился я в Литве, но из-за проблем со здоровьем мои родители были вынуждены переехать в Крым, потому что это очень теплое место. И там в возрасте 8 лет я пошел на секцию по баскетболу, и после этого меня заметила команда в Севастополе. Я переехал в Севастополь. Дальше я ездил на всякие соревнования. Если не ошибаюсь, меня заметили в Волгограде, когда я забил там 21 очко. И после этого со мной связались. Ну и дальше уже все. В конце лета я приехал в Италию на просмотр в Трапане, но там не сложилось, и я приехал в Катанзаро. Расскажи о клубе, где ты сейчас играешь. То есть вообще какая у вас инфраструктура, как у вас были выиграть, тренировки, тренеры? Ну, команда играет в дивизионе Би, это третий в Италии. Первый год они еще в основном вкладывались в команду основную. То есть у них были игроки довольно, скажем, дорогие. Там им за 30 было лет. А сейчас они переключились уже на выращивание молодежи своей. И сейчас команда серии Б в основном состоит из парней 18-22 лет, которых можно вырастить и потом перепродать. Тренировки очень хорошие отношения к игрокам. Очень внимательно относятся к ним на тренировках, подбирают каждому игроку конкретную работу. На чем работать говорят. Например, мне чаще всего говорят работать над скоростью, потому что я все-таки 2-0-3, когда приехал еще центрового, играл сейчас, приходится на более низкие позиции смещаться, более компактно становиться. И поэтому в последнее время работаю над скоростью. А сколько у нас? Сколько у нас? Тренировок в неделю? Вообще у нас 5-6 тренировок в неделю. Каждый день, еще не считая входа в зал. Ну а вот про школу расскажи. Когда приехал, то есть у тебя учеба на итальянском ведь, да? Да, на итальянском. Как у тебя с учебой было, когда ты приехал, не знал итальянский, как ты адаптировался? Ну, первый год был сложнее всего. Меня в школу отправили в первый класс. Это уже, получается, старшая школа здесь. Ну, как high school первый класс, да? Да. Но потом они поняли, что я проучился 7 лет в России. И, получается, я должен был закончить еще среднюю в Италии. И меня отправили, как они здесь называют, в Terce Media. И я ее закончил. Это было, конечно, первый год был самый сложный, потому что никто практически не говорит на английском, кроме учителя английского. И чаще всего мне ставили ее в помощь. Она мне переводила. А дальше, когда уже начал понимать итальянский, со мной стали заниматься и подготавливать к экзаменам. И в конце года я сдал экзамены. У них там были из обязательных. Это математика, итальянский, практически как у нас. И там французский надо было... Так как я его не учил в России, я учил немецкий, мне просто сказали выучить текст. И там задавали вопросов, я на них по это чалу и все, собственно, сдал. Ну, а как ты быстро выучил итальянский, чтобы наравне с другими ребятами учиться? Как быстро я его выучил? Ну да, чтобы ты уже комфортно себя мог чувствовать, там, учиться полноценно, общаться с людьми. Ну, вообще вот уже общение более-менее получалось там спустя 4-5 месяцев. А вот когда уже полноценно осталось себя комфортно чувствовать, там, при общении, учебе, общение со сверстниками. А вообще, при общении со сверстниками мне стало комфортнее только на второй год. Угу, угу, понял. А в плане школьной программы вообще, насколько отличаются от школьной программы в России? То есть, как вот итальянская система образования в Италии и России, сильно разница? Ну, если честно, итальянская школьная программа будет полегче, чем наша. Угу. Потому что, ну, и здесь они как-то умудряются не особо по ней, не париться, не лишний раз что-то не заучить. Я вот задаюсь вопросом, вот если бы они были в России, что бы с ними было? Ну да, тут просто немного другая культура. Да. Люди не спешат. Никуда наслаждаются жизнью. Ну, а вообще уровень баскетбола в Италии, вот что скажешь, твое мнение? Ну, конечно, в Италии намного, больше всего любят футбол. Пониму, практически все фанатеют. Но баскетбол занимает тоже, там, второе место. Когда говорят, что ты играешь в баскетбол, там все говорят, молодец, там сразу все намного добрее к тебе становятся, расспрашивают, откуда ты, чего. Так что баскетбол тоже любят. Ну, мне кажется, что основные, наверное, отличия от России, что намного более массовый баскетбол, что тут в любом маленьком городе есть команда, там, пусть она, может быть, не какого-то там суперуровня, но там, условно... Да, и тут, как бы, клубы, многие клубы, которые хорошо работают с молодежью, мне кажется, что это даже, там, не крупные клубы, а именно от клубы, типа, твоего, то есть, там, третьей, четвертой и второй лиги, кто, у кого больше упора на развитие молодежи идет. То есть, если в России, как бы, нормальная работа идет в крупных клубах, тут, наоборот, как бы, больше маленькие клубы молодежью занимаются. Да, вот так. Ну, а вообще про жизнь в Италии. Нравится тебе вообще сама Италия, быт, как с этим? Да, нравится очень хорошая сторона, люди добрые. Находится очень быстро язык с ними, о чем поговорить. Все устраивает, собственно. Ну, смотри, последний вопрос про быт. Вообще, где вы живете, что едите, как у вас вообще проживание выглядит в команде? Ну, живем мы в доме, который, если я не ошибаюсь, снимают. У нас трехразовое питание, то есть, на завтрак нам предлагают что-то. То ли у нас там есть хлеб, там всякие нутелла, яйца. А на обед и на ужин нам привозят еду в контейнерах, которые готовят для нас там специальная компания. Так мы, собственно, живем. Ну, с питанием все нормально, вы наедаетесь, не голодаете? Да, да, все хорошо с питанием. Ну, а там с вами кто-то живет, следит за вообще порядком в доме? То есть, кто-то... Да, там у нас есть тутер, так его называют. Он приезжает каждый день, смотрит за нами, спрашивает, кому что надо. Если что-то надо, он передает менеджеру, и менеджер уже там решает, разбирается. Ну, кстати, еще забыл спросить, а вообще учебу со спортом получается совмещать? То есть, насколько часто в школу ходите? Ну, в школу мы ходим практически каждый день, но когда у нас там тяжелые игры, мы куда-то выезжаем или у нас тяжелые игры, то нам, конечно, уже при поступлении в школу с нами наши менеджеры, они им говорят, что после тяжелых игр можно ли будет дать отдохнуть на следующий день и все соглашаться в основном. Ну, то есть, школа у вас постоянная, то есть, прогуливать нельзя, только если что-то на игры выезжаете и там остановите. Да, да, да. То есть, за прогул они контролируют это, они сразу узнают, потому что они все телефоны есть. А за успеваемостью слезят? Ну, да, говорят, в чем проблема, там спрашивают учителей, говорят, что надо подтянуть и говорят уже, собственно, учеников. Угу, угу, понял. Ну, Глеб, я думаю, все, что хотел, спросил, не буду тебя больше задерживать. Ну, спасибо тебе большое за ответы. Спасибо тоже. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.